Друзья, сегодня я в гостях у замечательного человека, Улжаса Ибраева, который является майнером, начинающим трейдером и вообще начинает разбираться, что правильно делает Улжас. Он начинает сам получать образование путем пробования этого дела. Улжас, как ты начал это все? Я смотрю, у тебя коробок здесь очень много. Здравствуйте всем, меня зовут Улжас. Да, вот мы начали чуть-чуть разбираться в криптовалюте. Хочу рассказать, как это случилось. На самом деле криптовалюта уже была давно у меня в голове, уже порядком, наверное, полтора года, как что-то где-то новости выходили, всегда интересно было читать. Давно знаком с Абелем тоже, он мне еще год назад говорил про криптовалюту, получилось так, что наш друг, проживающий в Америке, сказал, что купил фермы и очень дорого с электричеством. И он решил отослать эти фермы нам и сказал, ну как бы в Казахстане с этим все попроще, давайте вы настройте, что-нибудь попробуйте. И когда эти фермы пришли, только когда я начал задумываться, что такое криптовалюта, как это все работает, начал изучать все это, мы настроили две фермы, потом мы поняли то, что ферма это очень долгосрочный проект и начали изучать маркет, начали изучать трейдинг и потихоньку вот сейчас мы занимаемся трейдингом, у нас уже более-менее есть какие-то профиты. Вот Абелем. А какие ты криптовалюты майнишь? Ну мы пробовали разные майнеры, разные майнинги, считали на разных калькуляторах сколько наши 10-50 будут выдавать, но в оконцове мы поняли то, что у нас не очень большой ресурс, чтобы где-нибудь в хорошем пуле получать максимум, из-за этого мы поняли, что лучше проще майнить альткоины и верить в них. Например, какие? Сначала мы майнили альткоин музыка, сейчас вот мы начали майнить Сиакоин, кстати, он показывает хорошие тенденции и на маркете, им очень хорошо торгуют, из-за этого его волюм растет и мы как бы в него верим. А как ты считаешь вот насчет, это вот у тебя сейчас происходит майнинг, инвестиции, ты трейдишь также, да, на бирже? Да. На какой бирже? Ну, в основном на битриксе. Ага, а почему? Потому что он самый простой, как бы, особо пока выводить нам не приходилось большие суммы, так что он удобный и мне нравится там, он юзер просто. Юзер-френдер? Да, юзер-френдер. А, понятно. И что ты думаешь насчет долгосрочных инвестиций? Ну, этот рынок, он такой, я считаю, он, как любят говорить трейдеры, продавай слухи, покупай слухи, продавай новости. И за последние две недели мы можем увидеть это, как, насколько новости влияют на рынок, как его, можно так сказать, колбасит. И, ну, я верю, я непосредственно верю, да, последующий форк эфира и, как бы, я считаю то, что он вырастет и, мне кажется, можно подержать деньги в эфире. Ага, понял, понял. Хорошо, а вот какие бы ты советы дал бы начинающим трейдерам или вообще не только трейдерам, а людям, которые хотят заработать на криптовалютах? Ну, вообще, давайте начнем с того, что, вот, криптовалюта, да, когда я начал изучать это, когда у меня появилась ферма, я захотел купить ее и столкнулся с таким вопросом, то, что действительно очень сложно купить криптовалюту за деньги. Вот, мы посмотрели очень много разных обменников, официальные обменники, которые известны во всем мире, дают очень большую комиссию, ну, там, за один биток вы можете переплачивать до 600 долларов. И получилось так, то, что, ну, есть знакомые, которые давно занимаются уже криптовалютой, давно в трейдинге, пришлось просить знакомых своих, чтобы купить у них за какую-то определенную комиссию, так же, ну, чтобы это, это же бизнес. Вот, только так, сейчас я вижу в этом самую главную задачу, возможно, даже, нашего правительства как-то повлиять на то, чтобы наш Казахстан мог развиваться в этом направлении и мог удобно заходить на этот рынок, не переплачивая большие деньги. Ага, а что вот ты скажешь именно, вот, в части вот то, что затронул, регулирование государством деятельности, вообще, криптовалютных компаний, самих криптовалют, как это должно начаться, где должны быть ужесточения, а может, ослабления? Ну, по моему мнению, я считаю, то, что нужно сначала создать прецедент государству, нужно сначала создать хорошую атмосферу, да, вообще, вот, у нас экспо, да, вот, здесь через дорогу стоит, и, как бы, мы понимаем, что, и новости уже выходят, что там будет очень интересный проект, касающийся криптовалюты. Я считаю, если мы создадим это пространство, если мы создадим прецеденты, мы создадим осёшки, мы создадим биржи, то тогда мы сразу сможем начать смотреть, как это всё работает, как это показывает, можем применять туда, ну, государство может, да, применять туда свои схемы, налогообложения, и, ну, мне кажется, можно и банки второго уровня тоже как-то туда присоединить, вот, чтобы людям было легче входить, вот это всё, ну, это моё мнение. Ну, да, я, в принципе, согласен с твоим мнением, а вот, как ты считаешь, вот, что ты думаешь вообще, твои планы личные по поводу этого рынка, чем ты занимаешься, чем ты планируешь дальше заниматься? Ну, я считаю то, что да, то, что сначала нужно изучать, сейчас, если такой инсайт раскрою, может, для кого-то не инсайт, что самая востребованная профессия, это сейчас блокчейн-девелопер или просто блокчейн-аналитик, как бы из-за этого сейчас, ну, я считаю, нужно вкладываться в образование, нужно изучать всё это, нужно посвящать больше времени чтению, там, white paper, чтобы понимать, как это всё работает, и, мне кажется, в ближайшем будущем, ну, мы что-нибудь запустим, какой-то проект, какой-нибудь ICO, да, какой-нибудь ICO, да, с действительно ликвидными токенами, которые будут подтверждены, ну, только так, всё по-честному. Как ты считаешь, ICO намного проще, чем IPO или другие крайн-фандинговые системы? Ну, честно сказать, просто IPO это настолько далеко, ну, наша местная биржа, кассе, она, ну, вы знаете, что она продаёт и какие ценные бумаги у нас ходят, я считаю, это ещё рано, ну, вот для ICO, мне кажется, самое то, если у нас, тем более, будет такой дата-центр здесь стоять в Астане. Вот слышали, да, вот, очень такой интересный молодой человек, кстати, я был удивлён, очень удивлён, когда я посетил его, увидел майнинг-ферму здесь, вообще, как он трейдит, как его подход, и, кстати, я много чего тоже нового узнал для себя, это ужасно, хотя он на самом деле, как-то сколько ты стал, начал заниматься этим? Да вот, буквально, может быть, второй месяц. Второй месяц, вот, видите, люди, да, это самое главное желание, и что самое важное, Улжас говорит, это образование, в первую очередь, всегда нужно получать образование, и только потом начинать двигаться. Хорошо, спасибо, Улжас, кстати, я оставлю ссылки в описании, подписывайтесь на канал Улжаса. Да, там будет интересный контент. Да, всего хорошего. До свидания.